Не все вопросы мы получили через наш сайт, посредством СМС или через Центр обработки телефонных звонков. Некоторые воспользовались средствами массовой информации. В частности, телезритель из Москвы Геннадий Андреевич Зюганов спрашивает вас. Сейчас он ждет ответа на следующий вопрос. Как Владимир Путин собирается создать в обозримой перспективе 25 миллионов новых рабочих мест, если учесть тот факт, что в последние годы почти не строятся крупные наукоемкие производственные предприятия, наукой образованием почти 10 лет руководят министры, которые в этом плохо разбираются? У нас правительство было обновлено на чуть ли не 60%. Пришли совершенно новые люди, в том числе из регионов, достаточно молодые. Но в начале нашей сегодняшней встречи уже раздается предложение их всех поменять, разогнать. Я свою позицию на этот счет определил уже. Так что утверждение о том, что это люди, которые там 10 лет работают, это не соответствует действительности. Хотя преемственность, конечно, в таком ключевом органе исполнительной власти, как правительство, должна быть. Если ее не будет, так мы вообще можем столкнуться с серьезными негативными последствиями в управлении. Ну а как создавать 25 миллионов рабочих мест, это сложная задача. Кстати говоря, не я это придумал, хотя активным образом ее поддержал. Это инициатива самого бизнес-сообщества. По-моему, это опора России, такая у нас организация есть предпринимательская, которая впервые сформулировала эту задачу. И я ее действительно поддержал. Это чрезвычайно сложная задача. Но хочу еще раз сказать. Если мы будем ставить перед собой легкие задачи, то мы двигаться в развитии не будем. Как решать эти задачи? Ну, разумеется, мы совсем новых 25 миллионов не создадим. Это запредельная величина. Но мы можем создать 25 миллионов новых рабочих мест. Это значит преобразовать в новые высокотехнологичные рабочие места то, что уже было, путем реконструкции предприятий, обновления производства. Ну и, конечно, создание нового. Это то, о чем говорил Алексей Олегович сегодня. Это нужно нам переводить нашу экономику на инновационные рельсы. Вот это ключевая задача всей нашей экономической политики. И я схожу из того, что мы, если не 25, то 24,5 сделаем. Мы ведь работаем в достаточно сложной конкурентной среде. И, тем не менее, у нас целые отрасли создаются заново. Вот давайте вспомним советское время. У нас были свои препараты фармацевтические, но их было все-таки достаточно мало. В основном получали из Восточной Европы. Югославские препараты, там, польские. Индийские. Ну, индийские. Ну, сейчас индийских инженериков тоже достаточно. Но были свои. Ну, маловато. А потом в 90-е годы вообще все развалилось. У нас сейчас по существу создается целая новая отрасль фармацевтической промышленности. Причем на современной базе. С привлечением ведущих мировых фирм. Лидеров в этой области. Практически по всей территории. Во многих субъектах, во всяком случае, Российской Федерации, создаются совершенно новые предприятия. У нас новые предприятия создаются в области электроэнергетики. В том числе и в атомной энергетике. У нас задача создать столько же примерно блоков построить, сколько за весь период атомной энергетики Советского Союза. Там 28 крупных блоков было сделано. Мы ставим перед собой задачу где-то около 25. Конечно, опираясь на то, что было сделано в советское время. Но это новые предприятия. В гидроэнергетике новые предприятия. В авиастроении новые предприятия. И в той же оборонке. Вот мы сейчас, по сути, приступили к строительству абсолютно двух новых заводов и производству на новейших наших комплексах противовоздушной обороны С-400. Которые на расхват, как горячие пирожки, расходятся по всем нашим потребителям во всем мире. Во всем мире. Мы просто даже не можем обеспечить этот спрос. Поэтому шансы на то, что мы создадим 25 миллионов рабочих людей, есть и они велики. Надо напряженно работать над реализацией этой задачи. Спасибо.